Донецкая Луганская Народная Республика Принявших участие в опросе высказались тогда за независимость новых государственных образований. Казалось, Киеву был послан ясный сигнал о необходимости налаживать диалог с русскоязычным регионом и проводить глубокую конституционную реформу с учетом его требований. Но пришедшие после военного переворота в стране власти не захотели услышать позицию жителей Донбасса. 7 апреля провозглашена Донецкая Народная Республика. Формируется ее Народный Совет, принимается решение о референдуме о независимости Донецкой Народной Республики. Он должен быть проведен 11 мая 2014 года. Политики, эксперты, представители исполнительной и законодательной региональной власти наперебой обращаются в те дни к Киеву, требуя обратить внимание на происходящее в Донбассе и услышать требования населения региона. Киев продолжает силовую операцию против Донецкой и Луганской и направляет вооруженные формирования в Днепропетровск, Николаев, Одессу, проводит зачистки среди сторонников провозглашенных республик. Неспособность к диалогу демонстрирует и Верховная Рада. В первые дни мая 2014 года парламент отказывается от проведения всеукраинского референдума о расширении полномочий регионов и использовании региональных языков и принимает закон об усилении ответственности за посягательство на территориальную целостность. Идея Новороссии имеет под собой твердую почву для легимитизации в связи с историческим прошлым, высоким промышленным и научным потенциалом и желанием жителей региона, которое четко проявилось на референдуме о самоопределении 11 мая 2014 года. Одной из точек невозврата в настроениях жителей Донбасса становится трагедия 2 мая в Одессе, где в столкновении с радикалами и боевиками самообороны Майдана погибают и сгорают заживо свыше четырех десятков сторонников федерализации. Референдум состоялся в условиях продолжающейся силовой операции украинской армии против региона. В Мариуполе в этот день хоронили погибших участников митингов в честь Дня Победы, по которым украинские силовики открыли огонь из бронетехники. В красноармейские боевики из радикальных группировок блокировали работу избирательных участков, захватывая здания горы с полкомой четырех школ, нападая на членов избирательных комитетов. Тем не менее, голосование прошло при беспрецедентно высокой явке. 71% в Донецкой и 81% в Луганской областях. И подавляющее большинство пришедших на участки поддержали идею государственной самостоятельности правосглашенных республик.